Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Нагорнова, и мы продолжаем изучение программы Харшоу Продюсер. На прошлом уроке мы с вами создали мастер-репрезентации, слайд-шоу. В этом уроке мы с отредактируем наши слайды. И согласитесь, вот такой слайд на черном фоне далеко не интересно смотрится. И вот здесь тоже у нас черный фон и здесь. Что мы делаем? Противляем левой кнопкой мыши этот слайд, нажимаем параметры слайда и попадаем вот в такое окно. Нажимаем на слайд, нажимаем сверху параметры слайда и мы можем изменить стиль слайда. Вот вторая вкладочка, я на него нажимаю и мы посмотрим какой-либо из слайдов. Мы находимся сейчас все, мы находимся сейчас все категории на белом фоне. И если нас это устраивает, мы нажимаем применить, окей, программа перестраивается и еще раз окей. Просмотрим следующие слайды. Вот этот слайд у нас темный. Открываем двойным кликом. Также выберем какой-либо из слайдов, нажимаем стиль слайда и посмотрим базовый. Давайте вот такой попробуем. Очень даже интересно. Я нажимаю применить, если нас это устраивает. Окей. Программа перестроилась и здесь нажимаем окей. И согласитесь, так уже намного веселее становится. И давайте поработаем с этим слайдом. Нажимаем двойным кликом, нажимаем стиль слайда и выбираем какой-либо, допустим, все категории. Вот такой. Вот такой я, пожалуй, ставлю. Нажимаем применить, окей. Программа перестроилась и здесь нажимаем окей. Мы можем просмотреть, добавить надпись. К примеру, вот этот слайд мы можем выделить его, зажать левой кнопкой мыши и перетянуть в самое начало. Вот он у нас отобразился и мы напишем на этом слайде надпись. Я нажимаю главным кликом по этому слайду. И чтобы написать надпись, мы вот здесь нажимаем ад, ключик и здесь пишем. Мы можем передвинуть выше, ниже, ну, к примеру, вот так. Лучше посередине. Мы можем увеличить шрифт, сделать его покрупнее, мы можем его сделать жирным, мы можем его сделать курсивом. Я уберу курсив, жирности хватает и можем выбрать шрифт. По умолчанию стоит ареал. Здесь будьте внимательны, не все шрифты на самом деле работают, но выбрать можно. Мне нравится шрифт на манатуре курсивом. Сейчас мы его найдем, вот такой шрифт. И теперь мы можем его сделать жирным и немножечко побольше. Ну, допустим, 48. Вот так. Сделать ему тень. Контур не будем делать. И переходим в эффекты, как он будет выглядеть. Стоит по умолчанию. Тот эффект, который мы до этого применяли, то есть работало уже. Постепенное появление при нажатии на него. Мы видим, как отображается наш шрифт. Мы можем его изменить. Допустим, появление слева. Если нам нравится, нажимаем применить. И в окончании нажимаем и смотрим. Здесь у нас постепенное открытие. Мы можем изменить на другое, размытое появление, к примеру. Раскрывающееся уменьшение. Если нам нравится, то мы его оставляем. Вы все это можете просмотреть. Утолщающиеся появления. Складывающиеся исчезновения. Давайте я так и оставлю. И нажимаю ОК. И давайте просмотрим. На большом экране. Я нажимаю Play. Останавливаю нашу презентацию. Если у нас все устраивает. Мы переходим из дизайна в Publish. И здесь нам нужно нажать все форматы. Видеофайлы. Мы сохраняем видеофайл. Подписываем нашу сайтшелд. Я нажимаю Создать. И мы попадаем в нашу папочку тюльпаны. И пишем Сайтшелд. Тюльпаны. И нажимаем Сохранить. И происходит рендер. Обработка нашего видеоролика. Я нажму паузу. Как только завершится. Двесной подключить. Обработался наш видеоролик. Нажимаем ОК. И смотрите. Мы с вами проделали. С нашими слайдами. Некоторые манипуляции. То есть мы внести изменения. И нам нужно сохранить этот проект. Мы нажимаем файл. То есть наши изменения сохранить. И сохранить как. И вот этот файл. Мы снова на него нажимаем. Нажимаем Сохранить. У нас программа старшая. Сайтшелд. Тюльпаны. Уже существует. Заменить. Нажимаем Да. И вот все изменения у нас сохранены. Теперь мы спокойно можем закрыть нашу презентацию. Сайтшелд. И открыть в нашей папочке. Открываем. И можем просмотреть наш ролик. Вот он наш ролик. Открываем двоим кликом. Открываем. 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 Я останавливаю. И такой видеоролик мы с вами уже можем загрузить на наш YouTube канал. Ну что ж, редактируйте ваш видеоролик, дополняйтесь в группу, где будут продолжения уроков в волшебный слайд-шоу. С вами была Наталья Нагорнова. Всего доброго. До новых встреч в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!